После определения всё кажется понятнее. Расследование. Определение. Действие по глаголу «расследовать». Это расследование. Впервые, когда я услышала о Штефане и Калине, было тогда, когда я произнесла их имена в своей голове. Пока я их читала. Я шла по улице, когда увидела новость. Газета вскочила на мой взгляд. Я прочла о молодом человеке, который однажды отказался выйти из дома. Он отказался от общественной жизни, постоянной зарплаты копирайтера и решил посвятить всё оставшееся время своей группе и своему отношению. Это отношение, я бы сказала, по крайней мере странное между ним и ковром. То есть не какой-либо ковёр. Говорящий ковёр. По имени Калин, названный в честь ковра Аладина. Я отправилась на поиски этих двух и попыталась взять интервью, пытаясь прояснить ситуацию с говорящим ковром. В обмен я получила диалог. Бесполезно. Тест звука. Раз. Дой. Шесть. Семь. Оки-доки. Оки-доки жареные сороки. Я предлагаю начать с самого начала. Я предлагаю начать с середины. Мы всегда начинаем с самого начала. Ну, если вы так хотите, что мне? Ну и какова? Какова середина? Я вам сказал, что на басе, лучше фа, когда на гитаре до. Так пишется музыка. У вас нет глубины. Играем поверхностно. А с точки зрения начала, я имею в виду сам процесс. То есть... Как это случилось? Это случилось прямо как у аиста, который приносит ребёнка. Но это не имеет отношения к обсуждению. На самом деле, именно это не имеет значения. Можно мне кофе? Да, конечно. Мирча? А вы назвали бы это отношениями между мастером и животным? Или как? Ну, он меня часто чешет. Это действительно не важно во всём этом. Но каковы ваши отношения? Как вы это определяете? Это как сознание. Как будто мы один и тот же человек. Всё. Готово. Ну, и тогда что имеет отношения с вашей точки зрения? Знаешь, как это... И как у меня знаешь, пока ты видишь и ты опять знаешь о том, и ищете то, что ты думаешь о том, что ты думаешь, что ты понимаешь о том. И что ты понимаешь? И ты думаешь, что ты так хорошо зашел? Вся там вокруг тебя, ты уменьшишь из меня. И это самое главное. Готово. И приятену на который тебя слушал, он отказался... И вы говорите так по верхней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я большую часть интервью не поняла, но я поняла, что никогда не пойму, как же этот ковер живет и думает. Если что-то понятно на поверхности, это не означает, что можно проникнуть в его контекст. Гость видит ковер, но хозяин знает, сколько грязи собралось под ним. Штефан заставил меня подумать про цитат. Страх является корнем агрессии, а ненависть – цветком на поверхности. Мы видим ненависть и агрессию на нашем пути, когда на самом деле они просто плоды страха. Просто я не знаю точно, кто это сказал. Ибн Рушд? Римляне? Йода? Римляне? Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова